Следственный комитет как структура уже создан и начал свое действие. Теперь этот исполнительный орган будет вести предварительное следствие. Во время обсуждения законопроекта основные споры возникали о том, кто будет осуществлять госнадзор за соблюдением законодательства. Многим было непонятно, какая роль в этом случае отводится прокуратуре. После долгих обсуждений замечаний и поправок, а их было более 200, законодатели и президент все же пришли к общему мнению. Сегодня закон был принят единогласно. Конечно, проделана огромная работа. В конечном итоге мы нашли понимание, нашли тот вариант, который устроил всех консолидировано отработанное решение. Согласно принятым изменениям, за прокуратурой сохранены полномочия по надзору за точным и единообразным исполнением Конституции, в том числе органами дознания и предварительного следствия. Сотрудники прокуратуры в любой момент смогут ознакомиться с материалами уголовного дела и в случае необходимости внести свое представление. Это очень важно для всей законодательной системы Приднецовской Молдавской Республики. Безусловно, это важно и в отношении Института уголовного преследования. Хочу поблагодарить депутатов ответственного комитета, соответственного комитета, всех депутатов, за то, что в такие сжатые сроки удалось законодательно внести необходимые соответствующие изменения в законодательство. Хочу поблагодарить и заверить, что новая структура Следственный комитет будет в фокусе внимания президента для того, чтобы повысить свою эффективность в деятельности. Рассмотрение данных законопроекта будет началом для оптимизации нашего всего законодательного поля. Сегодня подчеркнули, теперь деятельность следственных и контролирующих органов полностью приведена в соответствие с постановлением Конституционного суда Приднестровья. Инна Сипита, Егор Бекерский, Олег Бахчеван. Первый Приднестровский телеканал.